хеллоу молекул всем привет такой холодильник у нас сегодня морозильник большой этот размер метр тридцать проблема в том что он не морозит мои предположения что у него в испарителе утечка если в испарителе вот здесь в трубках утечка то будем устанавливать листы сейчас я буду все это опрессовывать так как конденсатор у него здесь висит на виду я его визуально осмотрел в принципе у него нет никаких потеков никакого предположения что было в нем утечка открываем крышку даем привариваем штуцер на обратку то есть на вот этот испаритель обрезаем капиллярку запаиваем даем давление 10 отей смотрим как у нас ведет себя испаритель если испаритель будет целым значит утечка в конденсаторе в общем нам нужно сейчас выяснить целый ли вот этот испаритель который дает холод поехали этот морозильник он для корма рыбок мужчина занимается продажей все для рыб там не знаю для кошек собачек очень хороший человек я у него покупал насос для аквариума мне понравилось выходной день обслужил спасибо вам большое поэтому мы сделаем сейчас от души эту морозилку поехали так вот скрываем заправочный штуцер там фреона уже нету но и но даже не шпит выпускаем фреон обрезаем капиллярку процедура такая сейчас мы заварим этот капиллярку вот здесь и отпаяем обратку трубку на нее заварим штуцер заправочного такой и дадим давление на испаритель и будем наблюдать держит не держит помешать но на счет снова уберем проверим компрессию мотора и все будем выпавить обратно на работу но дали сетечка испаритель 2 листа ставить вот так как бы переделка ну и все как раз время у меня есть сделаем зато получится вечно листы установятся будет вечно морозильник если я я отпаял хочу проверить компрессию мотора потому что морозильник морозильник состояние почти новое и странно что у него утечка сейчас я проверю компрессор на компрессию давит не давит и после этого этот обратную трубку заварю штук ряда давления вот зажимаем подачу держать компрессия хорошая мотор у нас как я понял раньше было куда сейчас новое название 42 мощность у него не знаю больше 200 кажется 240 260 примерно это говорю можете за и посмотреть маркировку все выпаял обратку компрессор нормально у нас получать нужно выпаять трубку и поет на ее шпутки вот такой шпуток запаяем и задушим вот эту координацию и видим давать давление здесь вот на сфер и смотрю по аналогику падает или не падает давление потому что после ремонта он сказал что проработал два дня если там такая утечка там огромная дурина должна быть за два дня чтобы быть членом еще вот так а и а и и и Надеюсь, вам право, миленько. Популярная трубочка называется. В ней уже газ становится жидким и выходит в большую трубку, и начинается процесс эндотерамический, с поглощением тепла, то есть выделяется холод. Все ее заглушили и привариваем штучек. Остатки фреона горят у нас. Позар, калундра. Ничего страшного. Там немножко припоя в этом шпицере. Сейчас нагрею, протолкну и опаяю. Вот и все готово для опрессовки у нас система. Капиллярка вот заварена. И штуцер приварен. Сюда даю давление 10 атмосфер. Это получается на тот лист, на те трубки, которые дают холод. На испаритель. И проверяю, держит, не держит. Если не держит, ставлю лист и все. Ну вот такая канитель у нас уходит. Вот уже соединил компрессор, закачиваю давление. По манометру будем смотреть. Нам примерно десятку. Ну это большой, десятку выдержит смело. Качаем ему десятку. И потом ждем минут десять. Смотрим на стрелку манометра. Как падает или стоит на месте. Если стоит на месте, то отлично. Ремонт выходит дешевый. Заправить фреон и все. А если уже не держит установку. Становка листов. Да, все, вот ясно. На пятерке уже, на пятерке уже была дырка. Здесь все затрещало. Треск. Все ясно. Даже пять не выдержал. Дырка, получается, открылась дальше. Все. Ну все. Устанавливаем листы. Испаритель, получается, у нас мертвый. Мотор целый. Конденсатор по наружке висит он целый. А испаритель дрявый. Ну вот, видели вы сами. Слышали меня? Я поздно испугался. Мандраж. Мандраж поймал. Что такое? Что такое? Тут как бы склад, думал, падает. Что-то палки, не палки. Ну вот. Дырку вскрыла. Все уже. Где-то здесь. Сейчас попробую найти. Ну вот они, наши листочки, лепесточки. Такие вот алюминиевые. Они метровые, метр на сорок взяли. Вот так два штуки. Вот один прикинули. Второй примерно вот так они будут стоять. Смотрите. И я вот его положу. Вот. Типа такого варианта будет. У нас сейчас все. Остается их установить. Впаяться в мотор. И все. И морозильник будет пахать у нас. Ну, конечно, производительность чуть-чуть, я думаю, меньше станет. Потому что вот эта часть у нас, получается, без листов будет. Ну, по крайней мере, будет работать нормально. И вот. Смотрите. Вот эту трубочку я сейчас паяю вот сюда. Она пойдет у нас на компрессор. Уже обратка будет. Эта трубка вот буквой П, она у нас соединит вот эту трубку с этой трубкой. Как бы связь между двумя испарителями. А вот сюда впаяется капиллярка. Сюда капиллярка эта соединяется с этой трубкой или с этой. Сейчас посмотрим. И одна на компрессор. Все. Поехали. Уже все подготовил. Все нарезал. Сейчас остается все приварить. И установить. Ну, все. Отпаиваем эту трубочку. Здесь у нас получается сантиметров 10 медь, а остальное алюминий спаяно в алюминиевую трубку. Поэтому мокрую тряпку, как бы, чтобы температура алюминия у него, у алюминия меньше, чем у температуры плавления, чем у меди. Поэтому, как бы, мокрую тряпку охлаждаю алюминий, чтобы он не подтек. Вот. Я вот буду сейчас заваривать. Все. Одна готова. Алюминий. Главное, чтобы не подтек в этот момент. Очень такая ювелирная работа. Если, если чуть-чуть переборщишь, то попадешь на лист. Поэтому, ребят, все внимательно. С чувством, с толком, с расстановкой нужно делать. То же самое делаем с капилляркой. Припаиваем ее уже вот в этот лист. Обязательно тряпочку ставим. Все делаем аккуратненько. Красивенько. Чтоб клиент остался доволен. Чтоб он порыканал меня своим друзьям, родственникам. Чтоб я заработал много денежек. Вот. Все. Обычным медным припоем. Здесь в конце вето по 10 сантиметров нет. Припаиваем капиллярку. Потом соединяем эту крючку с этой. И устанавливаем, соединяем с мотором. А капиллярку на фильтр и все. Система передела. Такие пирожки. Примерно как-то так, ребят. Ничего сложного. Главное желание и умение. Установил соединяющую трубку между испарителями. Вот сейчас я ее в этом месте обварю. Потом поставлю его вот так же, как этот испаритель. И приварю уже сюда. А потом эти все два испарителя заведу в морозильную камеру. Через минут 5. Можете помочь вот опустить ее? А, 40. Давай. Все четко. Главное припое не жалеть нужно. Наложить прям толстым слоем. Все. Вот такая система. Вот капиллярка длиной чуть больше двух метров. Я взял мотор. Мощный. Вот этот соединяется между испарителями. А эта трубка пойдет на мотор. Все. Сейчас это все здесь установим. Продыряем. Вытащим трубочки. И припаяем. И припаяем к мотору обратку и капиллярку к фильтру. Все. Монтаж. Что надо. Я сейчас здесь буду заводить. И вот чуть-чуть сорву. Ага. Сейчас. Сейчас. Блинная. Я ее скоро заведу. Наверное. Кто не будет. Тоже трубка что ли? Да. Трубка капиллярная. Поломка бывает чаще всего. Кто-то забивается. Из жопы. На некоторых холодильниках ее менять невозможно. Трубка. Чистишь. Спиртиком. Товальчиком. Можно домкратом. Гидравлическим. А если меняется. Проще менять. Короче. Чистка это уже шляпа. Такого результата не довешься. Все. Вышли. И вот эту нам можно сюда завести. Подождите. Да. Вы можете пускать. Сейчас. Вот так. Стойте. Стойте. Самое главное. Забыл. Забыл. Я беззабыл. Ну вот. Че? Уже попало? Да. Чуть-чуть попало. Ну вот она прелесть наша. Прелесть. Смотрите как все выходит. Да. Метр тридцать ширина. Листы метровые. Два штуки. Вот. Вот. Стойте. все четко получилось красиво удобно комфортно самое главное продуктивно вот здесь дырку сделал и здесь для капиллярки сделал здесь сейчас специальным пластилин герметиком залеплю чтоб холод не выходил все вот это вышло на мотор трубка это на фильтр капиллярка здесь моторчик это фильтр установлю и капиллярку не вот все поехали дальше остается варить фильтр приварить обратку и скинуть метанол систему и заправить все все поехали обвариваем фильтр потом обратку видите это железо это медь используя электрод с флюсом он алюминиевый с флюсом потому что здесь переход железа на медь появится тяжеловато там старая сварка в принципе осталась поэтому чуть-чуть полегче будет и поверх нее опаиваем нервным кипоем поверх этой сварки так как это он очень слабый алюминиевый поверх этим медленно но больниче конкретно это все не слегка накладывайте желательно накладывайте прям с горочкой припой чтобы эти пальчинные места они вот такие трубки мне их сейчас придется гнуть куда-то прятать внутрь желательно наложить нужно припой чтобы место сварки она не лопнула вот так накладете наложите накладете покладете обраточку припаиваем обраточку припаиваем в труднодоступном месте колгейт как зубную щетку рекламировали как там было чистых вынодоступных местах что ли а 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 сейчас запустим метанол за засосем через капиллярку прочистим капиллярку и что систем чуть-чуть был метанол и заправим фреоном все систему отключили запрашивать тут закрутил включаю у нас будет через капиллярку высасывать фреон это у 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 а у у у все капиллярку приварил с 1 это старая системой обрежем сейчас уже поставил на вакуумацию вот что он соединил Уже вакуумирует У меня в минусе уже почти готова Система вакуумируется Сейчас вакуумирую Заправлю фреоном На этом почти что Ремонт закончен у меня Все вот так вот вышло Эти листы буду сейчас у нас морозить Термостат останется Прошлым, старым Ничего менять не буду Если уже позвонит, скажет что-то не то То уже установлю часовой механизм Сюда на включение Выключение компрессора Трубки упер в пол Чтоб не обломать их Вот так вот это на весу Капиллярку за те трубки Спрятал В принципе вышло так четко Сейчас еще Прихвачу шурупчиками Чтоб не оттопыривался, не болтался лист И все Такие дела Все Вот такой вот у нас вышел В холодильнике Вот тут уже вот лед Вам не видно Не передайте Наверное Ну вот видно Смотрите Уже вот тут морозит Уже вот наполовину замерз Сейчас этот лист замерзнет Перейдет на тот лист По давлению Чуфриона У нас еще в вакууме Еще можно подавать Чуть-чуть На этом ремонт Морозильной камеры Завершен Была переделка Установили такие листы В виде испарителя Так как Утечка внутри корпуса Устранить ее можно было Но вскрывать весь корпус И это при том Что еще не надежно Сейчас одну утечку Устранишь Вылезет в другом месте Где-нибудь Поэтому Вот этот ремонт Он считается Как бы качественным И долговечным Если использовать все аккуратно На этом все Ставьте лайк